Ну что, дорогие мои, праздничные дни продолжаются, но, если честно, уже совсем не хочется чего-то тяжелого, слишком калорийного, слишком вкусного. Уже все это так надоело! Хочется обычной нормальной еды. И вот сегодня я решила приготовить горячие блюда. Это будет плов, но без мяса. Это будет суп из различных сортов бобовых и тоже без мяса. Мясные блюда буду готовить отдельно. Все равно готовить буду, потому что сын без мяса чувствует себя голодным. Постоянно хочется что-нибудь белковое. Поэтому будет ему белок. А сейчас переходим к приготовлению этих блюд. Ну вот смотрите, продукты я уже все приготовила. Это продукты и для супа, и продукты для плова. Что нам понадобится для супа? Прежде всего смесь бобовых. Я использую вот такую смесь. Очень она мне нравится. Значит, что сюда входит в составе? Красная чечевица и колотый горох. Зеленый и желтенький. Здесь вот прям вот видно. Предварительные замочки не требуются. То есть достаточно быстро варится, просто засыпав воду в горячую. Варится, ну, где-то в пределах 40-50 минут до часа. Дальше. Для супа мне нужна будет морковка. И здесь у меня двойное количество. И на плов я сразу морковку, и на лук тоже самое. И на суп, и на плов. И мне понадобится для супа картофель. Ну, в принципе, вот 4 таких средних картофель. Но для того, чтобы суп был более густой, я обычно добавляю картофель, пюрирую его. И вот эта пирожечка, когда разводится в бульоне, получается достаточно густой суп. Он сам по себе будет густой за счет вот этих бобовых, но картофель придаст еще такой, ну, как соус, что ли. Ну, не соус, конечно, это придаст густоты еще больше и наваристости, вот правильнее сказать. Что мне понадобится для плова? Так, это в сторону. Для плова мне, конечно, понадобится рис. Рис у меня бурый. Вот это у меня рис не купленный в магазине, а купленный через нашего товарища армянского, который нам поставляет сухофрукты. И вот он привозит рис. Чем он мне нравится? Он хорошо разваривается, хорошо подходит для плова, хотя он и бурый. Вот, но в нем много камней, вот, и сейчас буду его промывать еще не мыло. Что еще? Конечно же, для плова мне будут нужны специи. Прежде всего, это барбарис. Вот такие зернышки барбариса. Дальше мне понадобится смесь специй. Ну, это вот смесь, которую я привозила из Абхазии. Смесь трав здесь, смесь перцев. Очень она мне нравится. У меня уже закончилась одна такая упаковочка. Вот новую сейчас начну. И мне понадобится, конечно, шафран. Я всегда добавляю в плов для того, чтобы он стал таким еще более желтеньким. И чесночок. Чеснок, кстати говоря, я в плов кладу прямо целиком. Вот сейчас вы увидите, как это все у меня будет происходить, процесс приготовления. Итак, приступаем. Ну что, процесс запущен. Вот сейчас у меня уже доходит до закипания смесь бобовых для супа. Все под контролем находится. Пока немножечко прикрыла крышка, но надо обязательно посматривать, иначе может убежать. Дальше здесь у меня в кастрюльке, уже вот видите, пара идет, пассируются овощи, лук и морковка. Это для плова. И отдельно в сковородочке у меня лук и морковка, пассировка идет для супчика. Так, ну и смотрите, что у меня здесь происходит. Для плова у меня уже морковка с луком так поджарились немножечко, да. Сейчас мне нужно высыпать сюда рис. Я его высыпаю. Здесь где-то полтора стакана риса у меня. Не очень большой объем, но нам этого будет достаточно на семерку. Так, и мне нужно его поджарить. Я его прямо вот беру и поджариваю. На семерочку поставила. Максимум у меня на десятки здесь. И как бы обжариваю, еще не добавляя никакой воды. Здесь вот увидела ернышко. Сейчас я его достану. Не промытая. Так. Просто вот видите, я его обжаривала на достаточно таком большом огне. Ну и чуть больше, чем средний огонь у меня. Так, все. Теперь мне нужно залить воды. Воды в соотношении один к двум. Здесь у меня полтора стакана риса. Воды я взяла три стакана. И еще по такой воды я выливаю рис. Вот так у меня получилось. Вы видите, что рис прикрыт водой, ну где-то на полтора сантиметра, наверное. И сюда же я сейчас добавлю специи. Барбарис положим. Ну вот горсточку барбариса выбрасываю. Даже можно чуть-чуть больше. Не столько. Сюда же я сейчас шафран положу. Так вот берем шафран. Ну вот где-то столько. Одну, наверное, третью часть чайной ложки. Можно даже еще чуточку. Не испортим этой специи моим плов. И сюда же я кладу, прям вот так вот высыпаю специи из баночки. Я их сейчас размешала, потому что они там у меня слоями были. Сейчас размешала. Ну вот где-то на глаз тоже все это делаю. И все это чуть-чуть прибавим огонек. Размешаем. И сюда в центр я кладу целую вот такую головку чеснока. Зароем его туда. И пусть он варится. Так, все. Это сейчас я накрою крышкой. И оставлю уже готовиться. Как закипит, поставим на медленный огонь. Где-то на двоечку-троечку. И будет доготавливаться. Да, еще упустила момент с солью. Чуть забыла не посолить. Вот. Ну и беру, солю еще. Я все-таки присаливаю. Все это я делаю сразу. Еще до момента закипания. Ну вот теперь все. Накрываем крышечкой и оставляем. Теперь смотрите. У меня на подходе суп. Он уже где-то минут 10 у меня варится. И после этого я добавляю в суп картофель. Картофель я порезала на вот такие достаточно крупные кусочки. Добавляю его сюда. И он будет вариться вместе с горохом, с бобовыми, с чечевицей. И после того, как он будет готов, я его возьму и просто толкушечкой вот так вот разомну. В единое целое в пюре приведу. А еще, дорогие мои, смотрите, в процессе приготовления у меня такое случается очень часто. Я вношу какие-то свои изюминки в то блюдо, которое планирую приготовить. И вот не исключение в этот раз. Смотрите, я добавила сверху в наш плов. Кстати говоря, он уже почти готов, но еще не вся жидкость выпарилась. И сверху я просто добавила порезанное мелко на кусочки, вот на такие дольки, красный перчик. У меня завалялся после новогодних праздников красный перчик. Я решила его использовать для этого блюда. Красным перцем точно не испортишь наш пловчик. Сверху вот так насыпала. Сейчас он потушится, станет мягеньким. Как раз лишняя жидкость и влага уйдет из плова и будет нямка. А между тем, смотрите, что у меня с супчиком. Уже он такой разваливается. Горох и чечевица, они уже, вот видите, начали немножечко подразваливаться. Это говорит о том, что все идет так, как и должно. Эти картошечка тоже у меня, уже она прям вот сама начинает, видите, разваливаться. Это здорово. Просто потом я ее, может быть, толкушечкой, а может быть, она и сама разойдется. Она уже прям такая мягенькая. И супчик у нас тоже в процессе. Вот осталось у меня здесь по времени минут 10-15. И будет все готово. Так, ну и заключительный этап. Все у меня развалилось. Овощи все развалились. Вот взяла толкушечку. Не нашла свою любимую. Не знаю, где-то при новогодней суете она у меня потерялась. Но есть вот такая вот деревянная. Роли не играют на самом деле. Картошечку, которая была целиком еще, не успела развалиться. Я просто ее вот разомну этой толкушкой и все спюрирую. Можно, конечно, воспользоваться миксером. Тогда вообще будет суп-пюре. Но это не является моей целью. Я не суп-пюре варю, а просто вот такой вот супец из бобовых. И вот смотрите. Вот я сейчас уже практически всю картошечку растолкла. Даже если там останутся какие-то небольшие кусочки, картошки этой, они не будут помехой, они будут небольшими. Поэтому это все нормально. Вот. Теперь смотрите. Сейчас размешаю. Просто окончательно покажу вам. Вот так вот получился супчик. Очень ароматный, очень вкусный. Последний штрих. Мне нужно в этот супчик добавить пассерованный лук и морковку. Я сейчас это делаю. Затем я прокипячу. И все, супчик мой будет готов. Даже вы, если обратили внимание, вот я закинула пару лавровых листочков. Прибавляю огонек. Все прокипячу минутку. И все, супчик у меня готов. Приятного аппетита. Так, и сейчас я вам покажу, пока готовится суп. У меня уже готов плов. Вот такой он у меня получился. Сейчас я его тоже отключу. Вот смотрите. Вот как я клала. Перчик уже готов. Сам плов вот такой. Он, вы знаете, он вязкий, но в принципе он не такой уж сильно рассыпчатый, но и не липнет. В общем, очень вкусное тоже блюдо получилось. И я сюда тоже вот вам показывала, добавила лавровый лист. Сейчас мне его просто нужно вынуть. И из супа, когда прокипятится суп, я тоже выну лавровый лист, чтобы он не придавал горечи. Все. Вот мой плов. Ну что, нехитрый посленовогодний обед готов? Приятного всем аппетита. Мне часто задают вопрос, каким образом тебе удается впихнуть в 24 часа столько разных дел. Как совмещать бизнес, как совмещать заботу о семье, о себе любимой. Вы знаете, вот таким образом, когда ты что-то делаешь с душой, когда тебе это дело нравится, а мне нравится и заниматься семейными делами, и мне нравится строить свой бизнес. Я делаю это с большим интересом, с большим увлечением. Тогда у тебя абсолютно на все находится время. Ну все, пришло время сказать всем пока. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик. И до следующих встреч. Увидимся с вами в новых видео. С вами на связи была Татьяна Кузьмина. Татьяна Кузьмина.